Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для бисфарм симулятор. Для этого переходим на мой личный сайт, так же ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Дальше, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, а Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее, после того как скачали чит, в поиске пишем бисфарм симулятор, нажимаем поиск. И как видите, есть довольно много скриптов, если я не ошибаюсь, их здесь 9 штук. Получается на второй странице еще один скрипт есть. Вот. Короче, какой скрипт вам больше нравится, тот можете использовать. Но сегодня в ролике я буду показывать первую по счету. Сразу скажу то, что он не самый крутой, не самый многофункциональный, есть лучше. Но он подойдет для фарма. То есть он такой простенький для автофарма, быстрого. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. В чит вставляем скрипт. Далее заходим в настройки. И желательно ставим DLL от Carnail. Потому что с Carnail больше всего поддерживается скриптов. То есть, возможно, на Wired Devs этот скрипт работать не будет. Также напомню то, что Carnail используется с ключ-системой. Ключ там несложно получается. Короче, вы когда нажимаете Inject, у вас открывается окошко. В этом окошке появляется ссылка. Также, кстати, с первого раза может Inject не произойти. Ничего страшного. Просто еще раз нажимаете. И со второго раза всегда получается Inject. Короче, вот это окошко появляется. Она иногда долго грузит, иногда быстро. Вот здесь ссылка есть. Вы эту ссылку копируете. Далее переходите по ней. Проходите капчу четыре раза. И на пятый раз, короче, у вас появляется ключ. Вы этот ключ вставляете в это окошко. Нажимаете Enter. И все. И у вас происходит Inject. У меня ключ не просит, потому что я уже сегодня его получал. Получать, короче, его нужно раз в день. И, в принципе, все на этом. Так, значит, после того, как мы заинжектились, нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. Давайте, в принципе, сразу пробегусь по функциям. Самые основные чуть позже покажу. Значит, здесь есть, получается, четыре вкладки. И четыре вкладки, они предназначены для автоматической активации каких-то бустов. Там либо печенек для пчел и так далее. То есть, ну, такие себе функции. Дальше есть Телепорт. Можно ТП-кнуться куда хотите, получается. Допустим, ТП-кнемся к Аннету. Но, как видите, меня обратно ТП-кает, потому что у меня эта локация закрыта. То есть, получается, вы сможете ТП-кнуться только тогда, когда у вас будет открыта локация. Если она у вас не открыта, то, к сожалению, не получится ТП-кнуться. Также можно зайти на другой сервер. Ну, такая себе функция, конечно. И можно куда-то ТП-кнуться еще. А, это получается спаун. Все, окей, понял. Идем дальше. Combat. Короче, получается, здесь функции предназначены для автоматического убийства мобов. Как я понимаю. Давайте попробуем какой-нибудь проверить. Килл Краб, допустим. Как видите, меня Крабу ТП-кнуло, но вернуло обратно, потому что у меня эта зона закрыта. Так что эти функции тоже работают только тогда, когда они у вас открыты. Если они у вас закрыты, то у вас будет ТП-кнуть. ТП-кать обратно на спаун. Дальше есть функция God Mode. Сразу скажу то, что эта функция криво работает. И если вы умрете, короче, вам нужно ее будет отключить, чтобы появиться. Потому что если вы эту функцию не отключите и вас убьют, то вы появиться не сможете никак. Дальше. Автоодевание маски. Допустим, убираем демон. Как видите, ничего не происходит. Не происходит потому, что у меня, естественно, эта маска не куплена. И эта маска оденется только в том случае, если она у вас куплена. Дальше. Визуал. Здесь можно, получается, что-то заспаунить. Давайте попробуем. Вот метеорит. И ничего не происходит. Допустим, Coconut. Тоже ничего не происходит. Может быть, мне на поле надо зайти. Так, допустим. Еще раз нажимаем. Как видите, тоже ничего не происходит. Окей. Значит, скорее всего, функции эти не работают. Дальше идем. Получается, у нас остались самые основные функции. Давайте сначала начнем со скорости прыжка. Как видите, скорость у меня сейчас маленькая. Допустим, ставим на 50. Включаем функцию Speedhack. И, как видите, я начинаю быстрее бежать. Можно еще больше скорость сделать. Как видите, работает функция. Далее прыжок. Как видите, у меня сейчас такой прыжок. Можно сделать его больше. И, как видите, сейчас я намного выше прыгнул. Идем дальше. Значит, получается раз, два, три, четыре, пять. Вот эти все пять функций тоже предназначены для автоматической активации всяких бустов. Ну, то есть, такие себе. Так, бонус собрали. Кто-то заспавнил. Ну, и самая основная функция. Это получается автофарм. Значит, включаем автодик. Это для того, чтобы автоматически копать. Ну, то есть, собирать пыльцу. Дальше здесь выбираем, получается, поле, на котором хотим фармиться. Допустим, клевер поставим. И есть, получается, три метода фарма. Это слабый, ну, точнее, медленный, быстрый и валк. Ну, перед этим сначала еще включим функцию автоконверт полин. Эта функция предназначена для того, что когда вы забиваете рюкзак, вас топехало обратно, и пыльца автоматически перерабатывалась. Допустим, включим валк. Как я понимаю, с этой функцией вы должны бегать, но я бегать не успеваю, потому что у меня просто моментально за секунду забивается рюкзак. То есть, по идее, эта функция должна работать так, то, что вы бегаете, собираете пыльцу автоматически, и, в принципе, перерабатываете ее. Давайте, допустим, попробуем еще проверить автофарм слоу. Ну, так, почему-то меня туда топехнуло, странно. А почему пчелы туда летят? Долго, кстати, они реагируют. Ну, проблема, видите, в том, что у меня рюкзак... В рюкзаке очень мало уместимости, и он очень быстро забивается. В этом большая проблема. То есть, полностью, как эти функции работают, я, к сожалению, показать не смогу. Так, допустим, слоу включаем. Как видите, вообще не успеваем. У меня, получается, тп ходит в одну точку. Я буквально там две тычки делаю, и все, у меня, получается, забивается вместимость. Вот. И, в принципе, тут по функциям вроде бы все. Все показал то, что хотел. Да, все показал. Тогда на этом буду заканчивать. Также, кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok